Уважаемые гости, компания Кудерлен приветствует вас. Наша сегодняшняя встреча посвящена переходу с упрощенки на общий режим. И достаточно много есть тонкостей в этом переходе, про который мы сегодня и поговорим. Вы видите на экране наши контактные данные, наша электронная почта, наши телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитик 1С Галина Гардышева. И если вам по какой-то причине показалось неудобное время проведения вебинара или произошли какие-то накладки, и вы не смогли досмотреть до конца вебинар, то немного позже мы выкладываем запись на сайте, и вы можете вернуться и посмотреть в удобное время и сам вебинар, и, может быть, еще какие-то материалы вас заинтересуют. Мы будем очень рады оказаться вам полезными. Каким образом будет происходить наша сегодняшняя встреча? Мы будем на слайдах смотреть законодательные нормы и будем переключаться на демо-версию. Смотреть мы будем на примере ERP и на местности будем проверять то, о чем поговорили теоретически. Мы будем благодарны вам за обратную связь, то есть присылайте свои вопросы, задавайте свои вопросы. Если я успею в течение вебинара на них ответить, то вы сразу получите свой ответ. Если нет, то мы постараемся ответить максимально быстро. В этом случае мы уже будем более свободны по времени, неограничены, и сможем ответить вам более предметно. Итак, начинаем. Программа нашего вебинара сегодня достаточно обширная. Поговорим мы, в первую очередь, о добровольном переходе на общую систему налогового положения, потому что, как вы знаете, у нас анонсирована налоговая реформа, которая изменяет правила применения упрощенки. И самое неприятное, конечно, изменение коснулось того, что упрощенцы становятся плательщиками НДС. Ну, естественно, в этом случае вы будете вынуждены, то есть если вы посчитаете, что вам новые условия неприемлемы, то вы будете вынуждены перейти на общую систему налогового положения, но при этом требуется соблюсти, так сказать, ритуальный танец исполнить, соблюсти требования по переходу. И, собственно говоря, кроме того, что обязательные требования, естественно, сохраняются требования, по которым вы можете потерять право на применение упрощенного режима и, например, превышение каких-то показателей. Мы рассмотрим ставки НДС, которые в этом году изменились, точнее, изменились они по документации, которая вступит в действие с 2025 года, то есть по налоговой реформе. И у нас применяются ставки не только привычные 10-20%, но и 5, и 7. В каких случаях нам надо применять раздельный учет, в каких нет, ну и так далее. Посмотрим дополнительные сервисы и, собственно говоря, затронем еще некоторые отчеты. Задавайте ваши вопросы, я ближе к концу нашей встречи постараюсь ответить, если такие вопросы возникнут. Итак, мы начинаем, собственно, немножко освежим в памяти нормативные материалы. То есть потерять право на применение упрощенной системы – это достаточно, ну, скажем так, большой кошмар для любого бухгалтера и руководителя, потому что, естественно, в этом случае многократно увеличиваются налоги, становятся плательщиком НДС предприятия, ну и так далее. Но в связи с тем, что у нас со следующего года стартует налоговая реформа, мы должны пересмотреть как бы и нормативы, и, собственно говоря, какие условия у нас в этом случае действуют для упрощенки. Ну, в обычных случаях мы теряем упрощенку, если допустили какие-то ошибки финансового, допустим, планирования, и превысили либо по выручке, превышенный лимит, либо по численности, то есть у нас превышена численность 130 человек, либо, значит, как я уже сказала, по доходам мы превышаем, либо у нас появились основные средства, превышающие установленные лимиты. Остаточная стоимость, допустим, по основным средствам у нас сейчас составляет 150 миллионов. Сама налоговая в течение года такие данные не контролирует. То есть это обязанности налогоплательщика, и вы должны сами контролировать и остаточную стоимость основных средств, и соблюдение численности. То есть если мы потеряли право на применение упрощенной системы налогообложения, в этом случае должны быть соблюдены определенные требования. То есть налоговая должна получить от налогоплательщика уведомление. Это уведомление о праве об утере права применять упрощенную систему налогообложения. Заполняется оно на специальном бланке. И, соответственно, в случае, если мы такое уведомление составили, отправили в налоговую инспекцию, потребуются определенные меры по реализации перехода с упрощенной системы на обычную. К числу таких ритуальных процедур относится в первую очередь пересмотр учетной политики. Потому что, соответственно, учетную политику мы должны разработать и утвердить уже применительно к общей системе налогообложения. И при этом учесть нормативные документы, которые будут действовать в следующем году и которые уже анонсированы, то бишь документы по налоговым изменениям. Ну, при обычном положении вещей у нас учитывается индекс-дефлятор, который устанавливается правительством. Ну, например, на 2024 год у нас индекс-дефлятор составлял 1,329. И уже с расчетом этого индекса мы могли просчитать, ну, лимиты на этот год, на следующий год, то есть летаем мы или не слетаем с упрощенки. Ну, естественно, если у нас по численности, мы тоже это могли спланировать заранее. Если численность превысила 130 человек, то мы это можем заранее просчитать. Ну, и, собственно говоря, действовал переходный период. То есть если у нас был превышен, например, лимит по выручке, даже с учетом индекса-дефлятора, то мы в этом случае могли не потерять право на упрощенку, а применить право на повышенный налог. Значит, в этом году в связи с введением новых критериев такая ситуация изменена, то есть повышенные налоги прекращены. И, собственно говоря, теперь мы можем оперировать только соответствием установленным критериям, то есть установленным объемом по выручке, но эти объемы очень сильно увеличены. Или мы ориентируемся на то, что остался перечень причин, по которым предприятие не имеет права применять упрощенную систему налогообложения. Это у нас закреплено законодательно. Это перечислены такие причины в 346-й статье Налогового кодекса. В том числе здесь перечислено предприятия, у которых есть филиалы. Фирмы, у которых доля учредителей или участников юридических лиц превышает 25%. Не могут применять упрощенку банки, предприятия, которые участвуют в соглашениях о разделе продукции, страховые компании, компании, которые перешли на единый фельхозналог, то есть и предприниматели, и организации. Кроме этого, негосударственные пенсионные фонды, адвокаты и нотариусы, инвестиционные формы, компании, которые занимаются организацией азартных игр, профессиональные участники рынка ценных бумаг, и, соответственно, если предприятия или ИП занимаются подакцизными товарами, либо производством подакцизных товаров, и, собственно, компании, которые занимаются добычей полезных ископаемых, опять же, и юридические лица, и индивидуальные предприниматели, и ломбард. То есть вот этот перечень у нас с вами установлен налоговым кодексом. Но, кроме этого, у нас существуют еще ограничения, которые установлены письмом Минфина, письмом прошлогодним, достаточно свежим, если можно так сказать. То есть какие коды АКВЭД у нас не подлежат применению упрощенной системы налогоблажения. Значит, в этом случае у нас есть ограничения по производству ювелирных изделий и других изделий из драгметалла и торговли ими. Значит, в нормативных документах указано, что предприятие с такими АКВЭД не вправе применять упрощенную систему. Но, как всегда, есть лазеечки. И в этом случае у нас в отношении драгоценных металлов есть лазеечка, что ограничения на применение спецрежима есть для производства и торговли, но нет ограничения на торговлю ломом и отходами драгоценных металлов по производству бижутерии и ремонту ювелирных изделий. То есть такое разъяснение дает Минфин. Ну, и, естественно, предприятие благополучное быстро этим воспользовалось. На самом деле ограничения по показателям, которые применяются для упрощенки, можно свести в табличку вот такого вида. То есть мы табличку сейчас с вами смотрим. Для налогообложения 6% доходы и 15% доходы минус расходы. Как вы видите, то есть теперь переходных ставок у нас нету. Но кроме этого нам обязательно надо учитывать, что при переходе, при смене налогового режима, то есть при добровольном или при вынужденном, скажем так, переходе с упрощенки на налоговый режим, необходимо учитывать несколько тонкостей, которые сопровождают этот переход. Ну, во-первых, то есть мы должны послать уведомления, это я уже говорила, уведомление отсылается в налоговую инспекцию по утвержденной форме и делается это в случае, если предприятие потеряло право на применение упрощенки с первого месяца того квартала, когда утрачено такое право. Если у нас добровольный переход с упрощенки на общий режим, то в этом случае с начала следующего года мы имеем право перейти на общий режим и, соответственно, в этом случае мы обязаны подать уведомление. Вот вы видите форма 26.22. в течение 15 дней следующего года, то есть до 15 января этого года, следующего года. Но с учетом новогодних праздников и всех остальных наших реалий, лучше все-таки подать уведомление о потере, об утрате права на упрощенный режим налогообложения в конце этого года, то есть не дожидаясь 15 дней до 31 декабря этого года. Сам по себе переход с общего, с упрощенки на общий режим считается достаточно сложным процессом, потому что действуют разные правила принятия признания доходов, разные правила учета расходов, и эти правила у нас регулируются налоговым кодексом. Как мы уже говорили, это 346-я статья, где эти все тонкости учтены. Ну, собственно говоря, основные вопросы возникают, если касается речи основных средств. И если у нас добровольный переход, когда вы меняете с нового года, например, систему, то в этом случае остаточную стоимость основных средств мы можем списать одинаковыми частями в течение года. То есть если потеря права на ОСН была вынужденной, то недоамортизированная часть переносится в налоговый учет. И в этом случае мы должны определять балансовую стоимость и, соответственно, отражать в учете согласно ФСБУ 6-2020-26. То есть мы определяем изначальную стоимость основного средства. Это мы делаем по документам, которые сопровождалась покупка. И постановка на учет, то есть на баланс. Из этой стоимости мы вычитаем начисленную амортизацию, которую уже списали при использовании упрощенки, и полученную величину указывая в качестве расхода для определения налога на прибыль. Если мы утратили право на применение упрощенки в связи не в добровольном порядке, а в связи с превышением каких-то показателей, то мы обязательно должны сдать упрощенную декларацию, то есть декларацию по ОСН за тот период, когда мы применяли его, и с месяца перехода на общий режим, то есть, соответственно, мы уже сдаем отчетность, которая требуется для общережимников. То есть, соответственно, декларации сдаем по прибыли, декларации по НДС, по итогам года сдаем баланс с прилагающимися формами и, собственно говоря, другую отчетность, которая должна быть сдана по этому режиму. Но кроме того, что мы, допустим, разбираемся с основными средствами, у нас еще получается расхождение, что при упрощенке мы применяем кассовый метод признания доходов и расходов, а при общем режиме это метод начисления. То есть, если у нас есть авансы, которые мы получили, авансы за товары или услуги, которые мы получили в период применения упрощенки, то мы, соответственно, учитываем его в доходах упрощенки. Значит, при расчете налоговой базы по налогу на прибыль, уже на общем режиме, мы такую оплату не учитываем. То есть, авансы полученные мы применяем, перенимаем в период упрощенки и потом уже на них не отвлекаемся. А вот если у нас налог на добавленную стоимость, то в этом случае, если упрощенец перешел на общий режим, то НДС у нас исчисляется с первого числа квартала, в котором утрачено право на ОСН. То есть, у нас отчетный период, налоговый период по НДСу, квартал. Если мы переходим к добровольному порядку, то есть, с начала года, то в этом случае, перескочила немножко, с начала года, то в этом случае, так как мы переходим добровольно, то начинаем работать с НДС с начала года, когда мы перешли. Естественно, что касается авансов, которые мы получали в период применения упрощенки, то есть, авансы за товары, за работы, за услуги. Когда отгрузка произошла уже после перехода на общий режим, то начислять НДС по таким операциям не нужно, поскольку на момент получения НДС предприятия еще являлось упрощенцем. То есть, в этом случае мы начисляем НДС только при отгрузке. И, соответственно, при переходе на упрощенку предприниматели и юридические лица принимают к вычету суммы НДС, которые были предъявлены на упрощенке, если такие товары, то есть, покупка таких товаров не были отнесены к расходам по упрощенке. В этом случае действует общий порядок вычета по НДС, который у нас предусмотрен в 21 главе. То есть, здесь осталось все по-старому, и особых изменений в этом плане не возникло. Еще раз вернемся к упрощенке и к основным средствам. Значит, при упрощенке, если мы покупаем с вами основное средство, то мы списывали стоимость основного средства равными долями до конца года. при добровольном переходе на общий режим, то есть, у нас была упрощенка, но мы сами по себе решили, приняли решение, что переходим на общий режим. То есть, в этом случае расходы по приобретению основного средства у нас будут полностью учтены. То есть, нам здесь не надо вносить изменений. Если мы переходим на общий режим, соответственно, у нас начинает действовать метод начисления, и в этом случае, вот вы видите в табличке у нас как бы систематизированы правила, по которым принимается стоимость для налога на прибыль. Как в этом случае, у нас будет происходить действие с доходами и с расходами. Значит, вот посмотрите эту табличку. Здесь действующие на данный момент алгоритмы. И напомню здесь основное правило, что мы должны подать заявление об утрате права на применение упрощенной системы налогообложения. Вот здесь, кстати, в этом отношении достаточно много произошло изменений. То есть, налоговые органы, вот сейчас посмотрим вот такую, налоговые органы разработали достаточно много сервисов на своем сайте. Один из них сервис по регистрации заявлений при переходе на упрощенную систему налогообложения и наоборот при переходе на общий режим. И вот такой сервис вы видите сейчас на экране. То есть, это, во-первых, можно сделать на сайте налоговой службы. Для этого, во-первых, надо свой личный кабинет там зарегистрировать. И использовать сервисы, которые предоставляют программное обеспечение 1С. Сейчас мы это посмотрим еще. И вот второй слайдик показывает как бы по шаговой инструкции у нас здесь. И как вы видите, по шагам. Первый шаг, второй шаг. И что здесь ценно. Здесь есть пошаговые действия с расшифровкой. То есть, что конкретно необходимо сделать и графическое изображение этого процесса. Вот на следующем слайдике мы видим уже заключительные шаги. И, собственно говоря, шаг пятый. Это подаем уведомления. То есть, что нам требуется сделать. Это подать уведомления. И, соответственно, форму уведомления и все остальное мы можем, не уходя с сайта, заполнить и отправить именно в этом режиме. Но здесь у нас, напомню, должна быть действительной усиленная квалифицированная подпись у КЭП. Потому что иначе вы ничего не сможете отправлять, никакой отчетности. То есть, при окончании года мы проверяем действительность всех наших сервисов. То есть, токены, подписи, доверенности. Чтобы все были актуальны и не оказалось, что нам надо, например, после новогодних праздников подавать отчетность. А у нас закончился срок на подписи и на токены. Сейчас мы с вами еще раз перейдем на нашу демо-базу и посмотрим вот такой момент. То есть, соответственно, все изменения, как я уже говорила, у нас касаются раздела НСИ и администрирования. И здесь мы должны изменить учетные политики, которые находятся в разделе «Организация». Я прошу прощения, у меня какие-то линии от Марины Петровны получаются. Пожалуйста, не нужно рисовать на нашей презентации. Значит, НСИ и администрирование, учетная политика. Мы вносим свои изменения при работе с учетной политикой. Но, как я уже сказала, у нас есть сервисы, которые помогают нам облегчить взаимодействие с налоговыми органами. То есть, это меню «Регламентированный учет» и блок «Одчетность». Вот он у нас, но кроме блока «Одчетность», у нас есть сервис «Одчетность». И вот сервис «Одчетность» у нас как раз-таки позволяет напрямую взаимодействовать с сайтами налоговых и других фискальных органов. Когда я перехожу по ссылке, вот «Регламентированные отчеты», у меня выскакивает рекламный баннер. Вот он, который показывает, что я могу напрямую на сайты вот этих вот фискальных органов, то есть вы видите ФНС, Социальный фонд России, судебные приставы, Минобороны и так далее, размещать какую-либо отчетность, информацию, то есть отмениваться письмами. То есть поподробнее можно почитать вот здесь про этот сервис. Но как бы смысл в том, что при подключении этого сервиса я могу, минуя оператора ТКС, то есть Астралс, БИС, Контур и так далее, напрямую на сайтах вот этих органов обмениваться информацией. И, соответственно, в этом случае я могу личные кабинеты там посмотреть и информацию, которая на них размещена, и отправить заявление. Ну, в общем, короче, будет у меня счастье немедленно. Главное только, чтобы запустить этот сервис. Уже обратите внимание, не блог, а именно сервис. Но, как всегда, если мы намереваемся счастья большими ложками, то есть и мелкий шрифт. То есть то, что написано мелким шрифтом. Этот сервис доступен только в случае, если у вас подписка ТСПРОФ, то вам доступна бесплатно возможность подключения только одного юридического лица. Остальные вы должны подключить за денежки. Если у вас, например, большой холдинг и много юрлиц, то это уже получится достаточно серьезная сумма. Если вы одно юрлицо, то в этом случае вы его можете подключить и будет счастье. На самом деле платное подключение доступно и тем, кто имеет подписку ИТС Техно. На самом деле стоимость платного подключения не слишком большая. Порядка 3800 рублей в год. То есть если разобьем по месяцам, то вообще неплохо. И, естественно, мы можем воспользоваться таким сервисом. А воспользоваться нам необходимо будет для чего? Сейчас я закрою этот баннер. Значит, если у меня здесь есть возможность работать с личными кабинетами, вот такая. То, как вы видите, личные кабинеты для юрлиц, для эпистов в налоговых органах. Вина, про запрещение, у вас желтые линии на экране, это что? Это вот почему-то у меня появились. Их бы как-нибудь убрать просто. Не могу. Ну ладно, все понял, хорошо. Значит, здесь у нас кабинеты личные. Социальный фонд России, налоговые органы, соответственно, статистика и так далее. И мы, в общем-то, привыкли к этим личным кабинетам. Но у нас есть еще и другие личные кабинеты. Например, вот такая возможность. Единый налоговый счет. И здесь у нас есть личный кабинет ЕНС. То есть личный кабинет единого налогового счета. И вот если я хочу активировать этот личный кабинет, у меня появляется вот такая возможность. То есть если я выбираю какое-то юрлицо свое, то у меня программа долго думает, потом сейчас выдаст мне информацию, что у меня не оформлено, например. То есть она мне пишет, что у меня должна быть подключена 1С отчетность. Я радую. Да, хочу. И вот теперь программа анализирует состояние моих, например, подписей. И пишет, что вы не подключены. То есть у меня нету токена, нету электронной подписи. Ну, естественно, у меня токена нет, потому что это демо-база. То есть это не рабочая база. Но, тем не менее, она проверяет наличие у вас УКЭП и рекомендует вам подключиться, то есть привести в соответствие электронные подписи, если они недостоверны или просрочены. И если у вас требуется помощь, то по ссылке можно перейти и посмотреть. Здесь же в дальнейших шагах указаны тарифы. И, в общем-то, вы можете заключить договор на использование в течение 12 месяцев или 24 месяцев. Ну, то есть вот такая возможность у нас предусмотрена. Сейчас мы с вами переключимся опять на наши слайдики. и поговорим вот о чем. То есть это мы говорили про сервисы, которые у нас есть в программе, и про обмен заявлениями с сайтами налоговых органов. То есть, чтобы подать заявление, нам необходимо проверить действительность подписей и так далее. Это мы с вами перед этим говорили о том, что у нас происходит смена, например, по каким-то критериям, если мы превысили критерии. Ну и вот здесь вы видите на слайдике вынужденная система налогообложения, когда у нас происходит смена, вынужденная. То есть мы не добровольно приняли решение перейти на общий режим, а принудительно, скажем так. Ну и здесь уже повторяются критерии, про которые мы с вами поговорили. Повторяются. Мы не будем на них останавливаться, потому что у нас, к сожалению, время мало, а информация очень много. Ну, то есть, если мы вынуждены прекращаем упрощенку, то, соответственно, нарушаются общие правила, общие лимиты. Если добровольно, ну, добровольно, понятно, у нас налоговая реформа. В связи с этой реформой у нас достаточно сильно меняется учет НДС. Ну, во-первых, то, что с 1 января все упрощенцы становятся плательщиками НДС, вы, наверное, уже слышали. Но мы можем отвертеться от уплаты НДС в нескольких случаях. То есть освобождение мы получаем, если мы переходим на УСН с 1 января и за прошлый год у нас оборот не превысил 60 миллионов рублей. То есть, если мы по выручке никаким боком не попадаем в сектор превышения доходов. Ситуация вторая. Если мы продолжаем применять упрощенку, то есть применяли в этом году упрощенку, применяем ее и в следующем, то есть не пишем заявление об отказе от упрощенки. И у нас выручка сохраняется. То есть мы планируем, что она будет не больше 60 миллионов, так же, как и в предыдущие периоды. И третья ситуация, когда мы вновь зарегистрировали юридическое лицо или ИП, и в этом случае одновременно с документами на регистрацию подали документы на применение упрощенки. в этом случае, если мы по лимитам не превысим в следующем году показатели, то мы, соответственно, можем применять упрощенку и в случае и в дальнейшем. То есть мы сохраним право применять упрощенку и на следующий год, если не превысим в этом году лимиты. такую хочу показать табличку, то есть когда мы имеем право освобождение получить по НДС. То есть у нас, во-первых, обратите внимание, 145-я статья Налогового кодекса это не право, а обязанность. В любом случае, если мы попадаем под освобождение, то мы обязаны это освобождение использовать. Если у нас выручка до 60 миллионов, если у нас выручка от 60 до 150, то мы можем выбирать 5 или 7 процентов, тогда как общая ставка 10 и 20 процентов мы можем выбрать либо 5 и 7. Если у нас выручка свыше 250 миллионов, то в этом случае у нас выбор налогоплательщика либо 7 процентов, либо общие ставки 10 и 20. То есть если до 250, у нас две ставки 5 и 7. Если свыше 250, то только 7 остается. что нам приносит применение пониженных ставок. На самом деле пониженную ставку мы можем применять с любого квартала. То есть мы делаем декларацию и соответственно в декларации указываем те ставки, которые мы применяем. Значит пониженную ставку мы применяем непрерывно минимум 12 кварталов подряд, то есть 3 года. В этом случае значит отчет идет от первой декларации, где указана пониженная ставка. отказаться от нее раньше, чем 3 года, то есть в добровольном порядке мы не сможем. Если по истечении трех лет мы можем перейти на общий порядок, либо выбирать, что остаться на прежнем порядке, то есть на применении пониженных ставок. Для эпистов мы соответственно для сравнения берем 250 миллионов. То есть мы 250 миллионов берем со всех вас, то есть суммируются доходы. И соответственно если у нас партнеры наши плательщики НДС, то в этом случае они имеют право принимать от нас вычет по НДС в полном объеме, то есть независимо от того, что мы упрощенцы или нет, для наших партнеров это на вычете не сказывается, если он и есть, то они могут от нас его применять. Исключение зависит, исключение касается только тех операций, которые перечислены в 149 статье налогового кодекса. То есть освобождение по 149 статье действует и в настоящее время. Единственное, что здесь, если мы применяем пониженные ставки, то нам не нужно вести раздельный учет, потому что обычно раздельный учет мы ведем в том случае, если у НДС применяется по различным ставкам. То есть в этом случае раздельный учет вести не надо, хоть небольшое, но облегчение. Вы видите на экране информацию о том, когда не применяются особые ставки и когда выполняются обязанности налогового агента. И соответственно эта информация у нас уже тоже закреплена в налоговом кодексе и при расчете лимитов, то есть если мы рассчитываем 250 миллионов, то в этом случае не учитываются субсидии, которые исходят из государственных органов или из муниципальных органов. собственно говоря, чтобы получить освобождение от НДС, мы должны опять же во-первых соблюдать лимит не более 60 миллионов, а во-вторых здесь вот единственная приятная скажем так приятная подробность, что подавать в налоговую какое-то заявление об освобождении от НДС не требуется, то есть если у нас выручка не превышает 60 миллионов, дополнительно писать заявление, что просим нас освободить не нужно. И собственно говоря, добавилась обязанность ввести книгу продаж и книгу покупок. то есть не совсем так, книгу покупок мы не обязаны ввести, если у нас идет пониженная ставка, либо мы освобождены от уплаты налогов, потому что мы не принимаем при пониженных ставках НДС к вычету, но на всякий случай чисто такое практическое замечание, книгу покупок и книгу продаж лучше всего ввести на случай, если мы потом перейдем на общие ставки. То есть у нас были внесены изменения в правила ведения книги покупок и мы должны будем учитывать эти изменения. И еще теперь мы с вами подошли напрямую к приятным вещам, скажем так. Значит, если у нас ИП или организация на упрощенке, значит, надо или не надо предоставлять декларацию со следующего года. То есть декларации по НДС мы должны предоставлять в случае, если мы не попадаем на освобождение от НДС или мы освобождены от НДС и в этом и при этом у нас присутствуют операции, которые освобождены по 149-й статье Налогового кодекса. В этом случае мы составляем декларацию и отражаем в ней такие операции. и собственно говоря декларации подаем точно в такие же сроки как и сейчас, то есть не позднее 25-го числа, то есть те же сроки, которые действуют и сейчас и соответственно если это выходной, то срок предоставления декларации продлевается до следующего рабочего дня. и отменили ставки переходного периода, как я говорила еще в самом начале, то есть теперь если у нас превышение показателей достигнуто, но мы не потеряли право на применение упрощенки, то ставки повышенные 8 и 10 процентов отменяются, то есть сейчас они уже не применяются. А вот теперь мы с вами переходим к самому приятному моменту, то есть у нас появилось достаточно много сервисов, которые помогают победить переходный период и соответственно проверить правильность ведения учетов. Вот сейчас такой сервис видите на экране, запускается он из меню регламентированный учет, и сейчас мы сюда перейдем, посмотрим это в натуре. Значит регламентированный учет и собственно говоря здесь нас интересует вот раздел сервис и как вы видите достаточно много помощников новых, то есть декларация по налогу на прибыль у нас есть, помощник формирования книги учет доходов и расходов и помощник заполнения заявления на получение патента. на самом деле заявление вы заполняете не слишком часто, то есть один раз например при переходе на патент один раз в год, а вот помощники очень интересный момент, то есть мы сейчас с вами посмотрим помощник формирования книги учета доходов и расходов, вот он и как вы видите у нас я выбираю какое-то юрлицо, которое я хочу проверить, по которым хочу сформировать отчетность и у меня сразу высвечиваются подсказки, ну во-первых какую упрощенку применяет у меня данное лицо и настройки которые мне необходимо либо выполнить либо проверить при переходе вот по этим гиперссылкам и собственно говоря я смотрю что у меня выполнено что нет то есть автоматическое признание расходов я не учитываю но могу например выполнить во-первых проверяю настройку статьи доходов и расходов видите у меня действующая на нынешний момент группировка и если у меня будут обнаружены ошибки в каких-то разделах то так же как при работе с помощником по НДС сейчас мы его вспомним добрым словом то есть вот финансовый результат у меня есть помощник по учету НДС в таком же ключе как и помощник который мы перед этим смотрели и здесь соответственно я тоже так же выбираю либо какую-то конкретную организацию либо все организации вместе в этом случае у меня проводится анализ моих юридических лиц вот я по всем оставлю и как вы видите вот у меня высвечиваются вот таким образом либо ошибки либо то что мне необходимо сделать то есть выставить счета фактуры по реализациям требуется выставить одну то есть у меня вот на эту реализацию не сформирован счет фактура я могу это проверить действительно ли это так то есть вот оформить счет фактуру то есть данный счет фактуры нету наша конфигурация сама проверяет наличие счет фактур то есть наличие цепочки документов и сообщает мне об ошибке то есть в этом случае моя задача только перейти по такой подсказке и сформировать нужный документ точно так же у меня так это нам уже не надо закроем чтобы оно нам не мешалось точно так же у меня работает помощник по формированию это мы с вами перешли в помощник по НДС а в этом случае у меня помощник формирования отчетности по упрощенке и по патентной системе налогообложения ну и вот здесь видите проверка анализ книги учета доходов и расходов то есть соответственно я могу проверить проверить с помощью конфигурации и плюс внести записи доходов и расходов то есть я могу вручную создать записи в книге доходов и расходов и если у меня например по какой-то причине обнаружилось отсутствие такой записи в первичных документах но нужно помнить что в этом случае это ручная запись и в последующем она не будет редактироваться при обновлении так нет нам сохранять эту отчетность не нужно и последний раздел это отчетность то есть соответственно это получение конкретного отчета в виде книги доходов и расходов получение декларации по упрощенке и справка о расчете допустим вот андромедом поставим но у меня нету конкретной справки потому что у меня нету операций которые облагаются по данному юрлицу если бы они у меня были то соответственно у меня бы сформировался расчет по налогу на упрощенную систему налогообложения вот я могу перейти в декларацию по УСН и по этой же возьму это же юрлицо то есть я вот вижу 2024 год у меня ничего не должно быть потому что заполнить ну картина та же самая то есть как вы видите нулевая декларация то есть нету заполненных сведений потому что у меня это компания то есть Андромеда сервис не имела операции за этот период поэтому декларация будет нулевой нет не будем сохранять то есть соответственно кроме того что я могу проверить данные по доходам и расходам проверить книгу доходов и расходов и могу сформировать регламент отчетность то есть саму книгу декларацию и фактически ведь средняя численность посмотреть насколько я близка или нет к превышению показателей но как вы видите доход 0 рублей численность отчет о доходах я могу сформировать то есть вот она у меня книг доходов доход 0 рублей доходов нет только расход видите и соответственно нет доходов нет и средняя численность человек то есть превышение лимитов мне не грозит и я могу использовать этот помощник при составлении отчетности особенно если у меня много допустим спящих каких-то юридических лиц так мы так закрыли вот значит и еще в меню регламентированный отчет у нас с вами доступны помощники заполнения декларации по прибыли и Акела промахнулся и нам доступны анализы учета доходов доходов и расходов расходов по упрощенке обратите внимание по автоматизированной упрощенной системе то здесь уже есть такой сервис ну вот у меня нету на автоматизированном на автоматизированной системе ни одного юрлица и например я пытаюсь получить такую отчетность но отчетность у меня никаким образом не формируется но такой функционал у меня уже доступен и скажем так я так сказать во все оружии могу встречать налоговую реформу и налоговые изменения на этом к сожалению наша встреча заканчивается свое время мы уже исчерпали и я хочу вернуться к начальному слайдику то есть напомнить вам наши контактные данные напомнить вам нашу электронную почту наши телефоны телеграм контакты и пригласить к сотрудничеству мы будем благодарны за обратную связь всего доброго хорошего дня